Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Встреча за кулисами или политическая интрига? Шакра молодой просит помощи у Рамзана Кадырова в противостоянии с Гафуром Рахимовым. В последние месяцы криминальный мир России и стран постсоветского пространства стал свидетелем нарастающей напряженности между двумя влиятельными фигурами. Захарием Калашовым, более известным как Шакра молодой, и Гафуром Рахимовым. Эта ситуация достигла нового уровня, когда стало известно, что Шакра молодой обратился за поддержкой к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, надеясь заручиться его помощью в противостоянии с Рахимовым. В криминальном мире России произошел новый виток событий, который может изменить расстановку сил среди теневых лидеров. Согласно слухам, знаменитый вор в законе Захарий Калашов, известный как Шакра молодой, обратился за помощью к Рамзану Кадырову, главе Чеченской республики. Это событие вызвало волну обсуждений и спекуляций среди экспертов, журналистов и представителей силовых структур. Конфликт между Шакра молодым и Гафуром Рахимовым имеет глубокие корни и связан с перераспределением влияния и контроля в криминальном мире. Шакра молодой, как одна из самых влиятельных фигур в России и за ее пределами, стремится сохранить свои позиции в условиях усиливающейся конкуренции. Гафур Рахимов, в свою очередь, также является одной из ключевых фигур в международной криминальной сети, особенно в странах Центральной Азии и на Кавказе. Внутреннее разногласие и борьба за контроль над криминальными потоками и сферами влияния привели к тому, что между этими двумя авторитетами возникла открытая вражда. Обострение этого конфликта может иметь серьезные последствия для всей структуры преступного мира в регионе. Захарий Калашов, более известный как Шакра молодой, является одной из самых влиятельных фигур в криминальном мире России. Он успел зарекомендовать себя как один из лидеров преступного мира, обладая значительным влиянием как в России, так и за ее пределами. Однако в последние годы его положение стало шатким из-за различных внутренних разногласий среди криминальных группировок и возрастающего давления со стороны правоохранительных органов. Рамзан Кадыров, в свою очередь, является политическим лидером, который в последние годы укрепил свое влияние не только в Чечне, но и на федеральном уровне. Его связи и поддержка со стороны Кремля сделали его одной из ключевых фигур в российской политической арене. Причины, по которым Шакра молодой мог обратиться к Рамзану Кадырову, остаются ясными. Это совместная борьба против узбекского авторитета Гафура Рахимова. Возможно, это попытка получить защиту или содействие в решении внутренних конфликтов, которые угрожают его влиянию. В мире криминала союза с сильными политическими фигурами часто становится решающим фактором для выживания и укрепления позиций. Конфликт между Шакра молодым и Гафуром Рахимовым имеет глубокие корни и связан с перераспределением влияния и контроля в криминальном мире. Шакра молодой, как одна из самых влиятельных фигур в России и за ее пределами, стремится сохранить свои позиции в условиях усиливающейся конкуренции. Гафур Рахимов, в свою очередь, также является одной из ключевых фигур в международной криминальной сети, особенно в странах Центральной Азии и на Кавказе. Внутреннее разногласие и борьба за контроль над криминальными потоками и сферами влияния привели к тому, что между этими двумя авторитетами возникла открытая вражда. Обострение этого конфликта может иметь серьезные последствия для всей структуры преступного мира в регионе. Обращение к Кадырову. Мотивация и цели. Согласно неофициальным источникам, Шакра Молодой решил обратиться за помощью к Рамзану Кадырову, видя в нем потенциального союзника, способного изменить ход конфликта в его пользу. Кадыров, обладающий значительным влиянием как внутри Чечни, так и на федеральном уровне, может предложить Шакра Молодому необходимые ресурсы и поддержку для противостояния с Гафуром Рахимовым. Такое обращение может быть продиктовано желанием Шакра Молодого укрепить свои позиции на Северном Кавказе и найти новые способы давления на своего соперника. В свою очередь, Кадыров может увидеть в этом запросе возможность расширить свое влияние и укрепить связи с одной из ключевых фигур криминального мира. Потенциальные последствия и реакции общественности. Если союз между Шакра Молодым и Рамзаном Кадыровым действительно состоится, это может привести к серьезным изменениям в раскладе сил в криминальном мире. С одной стороны, это может усилить позиции Шакра Молодого и позволить ему укрепить свое влияние в регионе, с другой создать новые риски и конфликты. Возможный союз может также привлечь внимание правоохранительных органов, что в свою очередь может вызвать новые репрессии против криминальных структур и их лидеров. Кроме того, этот конфликт может вызвать политическую напряженность, особенно если влияние Рахимова простирается на международный уровень. Пока ситуация остается в стадии развития, но ясно одно, обращение Шакра Молодого к Рамзану Кадырову за помощью против Гафура Рахимова отражает серьезные изменения и вызовы в криминальном мире. Независимо от исхода этого противостояния, его последствия могут оказать значительное влияние на всю систему теневой экономики в регионе. Также нельзя исключать версию о том, что Калашов ищет возможности для установления нового баланса сил в криминальном мире, воспользовавшись поддержкой влиятельного политического лидера. Поддержка Кадырова могла бы дать ему стратегическое преимущество и возможность противостоять его противникам. Взаимовыгодное сотрудничество, возможный союз Шакра Молодого и Рамзана Кадырова может иметь взаимовыгодный характер. Для Кадырова это могло бы стать средством для расширения своего влияния в других регионах и сферах, что соответствует его стратегии укрепления политического капитала на федеральном уровне. Шакра Молодой, в свою очередь, может рассчитывать на мощную поддержку, которая поможет ему сохранить или даже усилить свои позиции в криминальном мире. Реакция общественности и возможные последствия. Новости о возможном сотрудничестве двух таких неоднозначных фигур вызвали широкий резонанс. Это событие может повлиять на расклад сил не только в криминальном мире, но и на политической арене. В случае подтверждения подобных слухов, возможно усиление внимания со стороны правоохранительных органов и спецслужб к деятельности Шакра Молодого и его окружения. Также стоит отметить, что союз с политическими лидерами такого уровня может нести серьезные риски для обеих сторон. Политическая нестабильность, внутренние конфликты и изменения позиций в Кремле могут привести к непредсказуемым последствиям как для Шакра Молодого, так и для Кадырова. Пока информация о встрече и просьбе, о помощи Шакра Молодого у Рамзана Кадырова остается на уровне слухов, но она уже вызвала массу обсуждений. Независимо от того, подтвердится ли эта информация или нет, подобные сообщения отражают сложные и запутанные отношения в криминальном и политическом мире современной России.